ребят всем привет нет не так нужно сделать серьезное лицо такое ребята всем доброе утро знаете почему я такое серьезное лицо потому что я езжу на бмв именно с такими серьезными лицами люди ездят на бмв в очередной раз мой автомобиль остался на ремонте почему он на ремонте об этом будет выпущено вообще специальное видео нет ничего страшного не случилось просто слегка тупят сервисмены скажем так а сейчас в очередной раз я взял автомобиль на прокат и хочу обратить внимание что в той же самой компании где я брал ранее opel потом брал 301 peugeot сейчас уже нету не опеле сейчас уже нет ни 300 первых peugeot сейчас мне достался бмв бмв x1 автомобиль я ранее на нем никогда не катался машина очень своеобразная сказать что вау класс ну я в себе такую точно не купил хотя передвигаться денек-другой ну наверное да пипец какая неудобная маленькая машинка вот еще один еще одна причина почему я такой себе автомобиль не куплю даже несмотря на то что он рулится более драйвово нежели та же самая моя заваливаешься постоянно volvo как многие это скажут да у нее выше центр тяжести если заходить в какие-то повороты он имеет такую валкость потому что он здоровый и это несмотря на то что мой автомобиль volvo xc 90 по сравнению с другими он зажат и он стоит ниже для того чтобы именно не было этой валкости но она все равно присуща она есть по сравнению с этим автомобилем вот тоже вот здесь вот попасть в ремень безопасности сейчас возьму вторую камеру до машинка маленькая до машинка компактная до машина интересная но что получается берем ремень и с одной стороны вот я сижу нормально с одной стороны я вот упираюсь вот здесь соответственно мне надо немножко взять по-другому вот этот вот язычок для того чтобы он зашел потому что если его взять вот так у меня не получается у меня опять таки с одной стороны упирается вот здесь вот блин сиденье вот здесь вот упирается в подлокотничек и мне неудобно попасть это надо изгаляться соответственно вот так вот надо взять и засунуть тогда она все работает по-другому почему-то не получается юсб зарядка 5 часов 10 минут ну так себе заряжайка но в общем не садится уже хорошо ребят все что я расскажу в этом видео это исключительно моя субъективная точка зрения не нужно на нее равняться хотя можете прислушаться для того чтобы может кому-то будет полезно сделать какой-то очередной вывод и вот как всегда в лучших традициях только помыл автомобиль сразу же пошел дождь причем вот я выехал с мойки и сразу бубух ну конечно не хлынул проливной но тем не менее пошел поэтому пока я сейчас доеду до какой-нибудь локации для того чтобы отснять внешний вид этого автомобиля а внешний вид этого автомобиля очень неплохо и это тот вариант когда эта машина снаружи она лучше чем вся собственно говоря начинка и внутри опять-таки по крайней мере для меня еще раз акцентирую внимание что это моё субъективное мнение по начинке вот по пластик пластик в более-менее дорогих автомобилях ну скажем так не дешевых а этот автомобиль не относится к дешевому ценовому сегменту это средний ценовой сегмент то есть да понятно что у бмв это самый дешевый кроссовер который только есть вот но даже бмв вот такого пластика я не помню у меня в 2000 по моему седьмом году был lanos так вот очень мне вот этот пластик напомнил lanos он такой ну да он без заусенец но тем не менее он такой пластики здесь кстати другой пластик здесь она хотя бы такое слегка мягенько еще что-то здесь же нет здесь такое деревянное к слову к слову но еще и скрипит сейчас я переезжал рельсы услышал скрип и решил посмотреть где и да этот скрип от приборки вот этот вот плафон откровенно говоря меня до lanos а был вас 2109 я уже как-то ранее рассказывал об этом и там такой своеобразный же улик был 2-литровый двигатель с опеля калибры 2-литровый 16 клапан и там была шестиступенчатая коробка передач там была интересная машина там было с блокировкой дифференциала то есть когда проскальзывала колесо на полтора оборота механическая блокировка в коробке стояла такая червячная и она замыкала опять-таки ну отпустил руль и сразу машина куда-то рыщет вправо или влево так вот о девятке вот этот плафон я уже забыл как он выглядит и он не очень напоминает такой плафон жигуля подстаканник вот подстаканник это очень интересная штука сейчас я опять включу вторую камеру и покажу что такое подстаканник на этом автомобиле так вот подстаканник пассажиру точно будет мешать он пипец реально неудобный мешает то есть вот так его снять все класс комфортно но куда его при этом деть засунуть наверно в бардачок ух ты какой тут огромный бардачок документация думал вольво маленький бардачок не нифига не влезет в общем-то хранить эту штуку больше негде ладно не там там мало места а может тебе наоборот надо поставить смысле муж так задумано поставить и а нет наоборот она совсем никак не влезет потому что здесь у нее есть пазы и наоборот совсем не как то есть хочешь ездить вот так вот мучайся упирайся ногой и и в общем то ничего хорошего с этого нет но подстаканник здесь не один вот здесь есть еще один подстаканник такой себе подлокотник ух ты субару закусился с вниманием suzuki grand vitara и suzuki grand vitara нахлобучила эту subaru казалось бы suzuki чё там 24 литра а subaru ну пусть даже двухлитровый двигатель но он оппозитный хотя форестер двухлитровый не знаю как-то закусились и полетели так ну поехали хотя бы переехать сейчас через мост потом упасть под мост быстро пройти по кругу почему я хочу пройти по кругу этого автомобиля дизайн этой машины мне зашел интересный классный вот снаружи эта машина выглядит хорошо и пока машина еще не очень сильно грязная а я все-таки свято верю в то что этот автомобиль он еще не сильно попал под дождь так вот еще пока не начался проливной дождь и пока еще не нахватался грязи на дороге в чем я очень сильно сомневаюсь с учетом того что у нас несметные ремонты и постоянная грязь и пыль то этот автомобиль несмотря на то что только после мойки он наверняка уже грязно я этого не вижу но предполагаю сейчас мы проходим мост и за мостом я отсниму этот автомобиль и и Продолжение следует... Продолжение следует... Своей рулежкой, своей динамикой она провоцирует на то, чтобы ехать как-то быстро. И плюс для вот такого вот маленького шкарабаночки, вот для такого маленького кроссовера она едет очень бодро. Понятно, что есть машины более такие вах динамичные, но я хочу сказать, что если сюда засунуть не так, если купить этот автомобиль на трехлитровом дизеле, то будет винтить она намного наряднее. Хотя и здесь, в общем-то, динамики более чем предостаточно для городского режима. А с учетом, извините, что отвлекаются, с учетом того, что этот автомобиль, он больше предназначен все-таки, наверное, для девочек, то для девочки двухлитровый дизель просто за глаза. Вот, ну, дальше нет. И тем более, если она небольшая, хрупкая, девчонки, вот эта вот машина именно для вас. Потому как то, что я себя чувствую некомфортно, это потому, что я большой, хотя я еще небольшой, можно сказать, средних размеров. Да, у меня есть там уж лишний вес. И именно из-за этого мне здесь некомфортно. Но если, конечно, пойти поработать над собой в спортзале месяца три, то со временем я стану устроенным из гонки. И будет, возможно, все хорошо. И у меня мнение поменяется об этом автомобиле. Но сейчас оно такое, какое оно и есть. И даже если рассматривать тучных девчонок, они все равно в большинстве случаев меньше, чем я. По именно реберной части. Потому как на нижняя часть, часть для попы, она довольно-таки широкая. Чего не скажешь. Например, если брать аутюшные сидения Рикара, то там все заточено так, что... Ну вот в аутюшных сидениях мне тоже неудобно ездить. Почему? Потому что, когда едешь далеко, кости тазобедренного сустава, они аж-аж сжимаются. И выходишь, нужно периодически выходить, хотя бы походить. То здесь такого нет. Здесь абсолютно нормально. Вот очень, кстати, удачно. Закончили съемку автомобиля. Спасибо погоде. Спасибо Боженьке за то, что он улыбнулся и дал эту возможность снять этот автомобиль. Хотя, в принципе, я не собирался этого делать. У меня возникла эмоция. И я, честно говоря, я не помню, чтобы кто-то снимал широко обзор автомобиля. Я не снимаю обзор автомобиля. Я делюсь своими эмоциями от автомобиля. А это разные вещи. Поэтому не восприняйте, что это некий обзор. Это сугубо мое индивидуальное мнение. И оно субъективное. Оно не объективное. Потому что, если взять другую точку зрения, посмотреть по другим углам, оно совершенно... Мнение человека будет другое. Отличаться, скажем так. Теперь, что касательно расхода. Так, остаток топлива четверть бака. Это 150 километров при нынешних реалиях. Средняя скорость этого автомобиля. 52 километра в час. Так, сори, но это не моя заслуга. Потому что я понимаю, что при такой скорости это все-таки машина съехала с трассы. И в основном она видела межгород. Потому как 52 это очень много. Для городских реалий, а тем более с учетом того, что сейчас пробки, то это максимум 22, я бы так сказал. Так, и все-таки средний расход топлива. Переключись, где... Я чего не нажимаю? О, нажал. Средний расход топлива 8.1 литра на 100 километров. Вот показывает на данный момент средний. Немного прокатившись на этом автомобиле, я понимаю, что вот такую машину себе в семью я точно уже никогда не куплю. Несмотря на то, что это X-Drive, это не X-Drive, а в большинстве случаев все такие автомобили и они идут на переднем приводе, а не на полном. И в среднем, ну, наверное, третья часть автомобилей на рынке, она всего лишь представлена в X-Drive. То бишь в полном приводе. Зима скоро будет, привод этот понадобится. Стеклоподъемник в этом автомобиле. Не знаю, будет видно или нет. Сейчас я остановлюсь, покажу. Понята по новому. Представляю к вашему вниманию, как открыть стекло в BMW X1. Значит, показываю. Вот эта стойка, куда положишь руку, и вот здесь вот упирается локоть. Сюда подвинуть я его не могу. Здесь он упирается в эту сторону. И получается, что вот, лежит рука. Вроде бы нормально, вроде бы удобно. А с другой стороны, чтобы открыть окно, надо выкручивать ладошку или же ставить руку вот так. Такой геморрой я себе точно не хочу в семью. Решил открыть окно только потому, что здесь слегка душно в салоне. Вроде бы климат включен, все положение стоит на авто. 22 градуса в автомобиле. Ну, не знаю. Окей, наверное, прохладно поставим. 21. Выворот, конечно, здесь очень неплохой, с учетом того, что здесь короткая база. В этом да. То есть, ребят, если вы человек, который, ну, такой крупный, скажу так, вообще забудьте этот автомобиль. Ну, он точно не нужен для того, чтобы в нем ездить. Потому как это уже не передвижение, это слегка мучение. Да, несомненно, этот автомобиль лучше, чем Opel, который мне выдала эта же прокатная компания. Кто не видел этот такой слегка в стиле ржачный ролик запиленный, за который я получил большую кучу негатива. Вот здесь вот я оставлю, если интересно. Вот здесь все BMW. Она сбитая. Она едет хорошо. Хотя опять-таки едет. Только отпустил руль, и машина, она начинает рыскать по дороге. Она уходит влево, она уходит вправо. Она не идет, допустим, как Audi. Она не идет, как Volvo. Она, ну вот, то ли здесь резина широкая, и кальону ловит, то ли еще что-то. Я еще не знаю. Но только отпустил руль, или же, допустим, ну не знаю, для тех, кто, кстати, висит в телефоне, вот эта машина точно не подойдет. Потому что и в других автомобилях надо что-то отписаться. Отписался. А очень часто для того, чтобы не наводить палево, люди вот так вот тихонечко пишут из-под руля, при этом уводя внимание от дороги вниз под руль, или же вниз коробки передач. И в этот момент машина просто так чуть-чуть хопа и уходит. И это, ну, с этим баловаться нельзя. Особенно в BMW X1. В общем, дизайн прикольный, который присущ именно BMW. Но сказать, что я в восторге от этого автомобиля, внешка, да. Дизайн прикольный. Для использования, как для меня, нет. Цвет. Вот этот вот цвет, в яркую солнечную погоду, лично мне он нравится. Цвет хороший, цвет зачетный. Он белый, перламутровый, кто его называет, жемчужный. То еще как-то. Но цвет реально зачетный. Есть еще некий режим Эко-Про. Не знаю, что это такое. Так, Эко-Про. Включил. Ну, я понял. Он зажимает двигатель и нету динамики. То есть, нажимаешь на педальку, а он... И поехал. Да, возможно, при таком режиме он с жертой будет, конечно, меньше топлива. Но радости такая машина не принесет. Я имею в виду, если надо будет где-то ускориться, где-то как-то динамически хорошо зайти на газу в поворот, не ОКС. Эко-Про. Плюс 0,1 литра будет экономия. Ну, в общем-то, что ж, прикольно. Хотя, на самом деле, я думаю, что больше. Потому, когда вот наступаешь на педаль, все-таки топливо уходит туда больше, чем думает об этом компьютер. И за счет этого получается динамика. За счет того, что более богатая топливно-воздушная смесь, а плюс еще нагнетает турбинка. Туда все это заходит под давлением. И понятно, что есть динамика. А Эко все-таки зажимает этот режим. И автомобиль не едет. навигация. А навигация... Ух ты! Навигация даже какая-то есть. То есть, если взять во внимание то, что нужно проехать по центральным дорогам Украины и доехать куда-то в Европу, то дороги он, в принципе, видит. Я имею в виду какие-то большие. Вот трасса типа М-01, потом дальше будет М-05. Вот эти вот все моменты он видит. Но если сейчас съехать влево или вправо, то дороги там не будет. Еще хочу сказать. В этом автомобиле, несмотря на то, что сейчас идет дождь, несмотря на то, что идет сейчас включенный кондиционер, здесь все равно душно. Возможно, забит фильтр воздушный, салонный, возможно, еще что-то. Но здесь конкретно душно. То есть у меня в других машинах так не душно. А тут вот конкретно душно. Можно долго вещать про BMW, о том, какой он хороший или о том, какой он нехороший. На самом деле, нехороших BMW, наверное, не бывает. Но этот автомобиль для меня маленький. Спасибо, что досмотрели до конца. С вами был Николай Тарануха. Киев, компания 1Авто. Всем удачи на дорогах. Всем пока-пока. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!